Всем привет! Сегодня у нас 11 февраля, тема не верифай отзывы. Мы с Владимиром хотели рассказать по ситуации, которая сейчас происходит с ними и предложить варианты, как работать в будущем. Если что-то действительно изменится, мы опять же перестроимся и будем работать по-другому. Начинай, Владимир, расскажи. Здравствуйте всем. В отношении неверифицированных отзывов. Ситуация такова. За последний квартал произошли не совсем приятные изменения. Во-первых, эти изменения повлекли невозможность размещения контента пред отзывы, неверифицированные с контентом, именно с фотографиями или видео. Как правило, процентов 90 случаев удаляются буквально в течение часа, максимум дня. Что, собственно, не так на самом деле приятно, а в отношении продвижения новых листингов, когда необходимо размещение контента для того, чтобы у человека было больше представления о том или ином виде. Второй момент – это количество. Если раньше можно было размещать без серьезных каких-то последствий по 10, по 20, даже по 50, то на сегодняшний день есть определенная закономерность устойчивая, без продаж. Если мы размещаем более 5 в день, а если листинг новый, то это даже по 3, 4, 5 достаточно порой, чтобы начались удаления. То есть, как правило, при запуске листинга необходимо размещать буквально там до 3 отзывов, максимум 3, и уже с появлением органических продаж или начала выкупов можно переходить там до 4-5 отзывов. В следствии этого также есть моменты в отношении раздач, то есть раньше можно было совмещать раздачи и неверифицированные отзывы, и раздачи считались Амазоном как выкупы, то есть можно было в период раздачного догонять до 10 отзывов в день без проблем. То сейчас, к сожалению, именно выкупы необходимо отделять от органических продаж, то есть если у нас органики нет, то по факту размещения 10 отзывов в день, ну как минимум отзывы будут удалять. Как максимум может прилететь и письмо о том, что мы манипулируем отзывом. В следствии от этих всех ситуаций некоторые люди неоднократно обращались предложением просто размещать в течение месяца, к примеру, стабильно по 2-3 отзыва, чтобы наполнение происходило постепенно, но стабильно. Посоветовавшись с Денисом, приняли решение предложить следующий формат услуги. Для кого это будет интересно, может быть кто-то дополнит или при необходимости мы видоизменить сможем, если бы вот такие заявки. На сегодняшний день сформированная услуга представляет из себя следующее. У каждого из вас есть возможность заказать месячную, скажем так, абонентскую плату в течение одного календарного месяца на стабильное ежедневное размещение трех отзывов на целевой листинг. Оплата будет четыре сотни долларов за один календарный месяц, с учетом того, что в течение 30 дней вы стабильно будете получать три неверифицированных отзыва. Следствие, стоимость составляет менее четырех с половиной долларов, но есть одна оговорка. Это рассчитано именно на тех, кому нужны банальные размещения без каких-то, скажем так, последствий именно с качеством отзывов. То есть, если вам неинтересен этот листинг для последующей работы, если вы используете каждый раз старт по факту завоза новой партии продукта с новым листингом, то, наверное, вот именно такая форма будет наиболее востребована, потому как это сокращает, минимизирует какие-то части затраты на запуск и дает определенную стабильность именно по факту возможного появления негативов. То есть, вы всегда можете быть уверены в том, что если даже негатив появится, то буквально через два-три дня он будет скрыт, если это речь о правом столбце отзывов, потому как у вас ежедневно будет стабильно размещаться по-три, грубо говоря, отзыва. Минус в том, что в этом предложении отсутствуют гарантийные обязательства по переразмещению. То есть, если отзывы в какой-то момент времени начинают удаляться, переразмещать именно количественный эквивалент, здесь исключается обязательство по гарантийным моментам. То есть, мы просто размещаем ежедневно в течение, к примеру, оплаченного месяца до конца срока абонентской оплаты. Ну, 30 дней заложим просто, да и все, 30 дней. Да, допустим, будем брать за точку отсчета 30 дней. Плюс в том, что вы получаете удешевление по неверифицированным отзывам. Отзыв отходится менее 4,5 долларов. Минус, удаленные отзывы не будут восстанавливаться. То есть, мы на себя не берем в этом случае гарантийные обязательства по переразмещению. В двух словах примерно так. Для меня лично это, я просто очень долго над этим думал, как это все сделать, потому что все те возможности, которые у меня есть, которые я знаю при старте товара, на данный момент, конкретно в феврале, в марте у меня едут десятки товаров новых, я не понимаю, вообще не вижу альтернативы неверифай на старте, потому что склейку отклеивают, в любом случае склейку надо проголосовать, надо верифай подтянуть. То есть, я не вижу пока на данный момент вообще альтернативы, просто без альтернативности. К сожалению. Может быть, у меня фантазии не хватает, может быть, я аж чего-то не знаю, но я их использовал, использую и продолжаю использовать, пока их просто не запретят. Два отзыва, кто-то 10 делает, мне без разницы, кому как нравится. У кого какой опыт, у кого какие аккаунты, кто сделает ценного аккаунта, один отзыв, кто 10. Мне без разницы, это уже индивидуально каждый решает. Мы с Владимиром очень долго думали, просто как решить эту боль. Просто для меня это боль, потому что я постоянно запускаю товары, я знаю, с чем сталкивается обычный продавец. И мы очень долго думали формат. С гарантиями, ну, кто с нами работал, а мы работаем достаточно долго, я считаю, особенно в этой тематике, и сомневаюсь, что кто-то больше нас этим занимается, и количеством, и в качественном соотношении, и во временном. Вот, но времена меняются, купоны работали, не работали, опять работают, не верифай. Может быть, вполне возможно, через месяц, через два вообще перестанут удалять, и ситуация еще лучше станет. Может быть, вообще их удалят, и скажут, что только верифай через выкуп. Мы этого не знаем. На данный момент мы приспасаемся к той ситуации, которая есть, и пытаемся из нее выйти максимально эффективно и красиво. Вот, отзывы, гарантия, ну, один, ну, два раза сделал, ну, и все. То есть, от нее толку нет, денег нет, отзывов нет, ничего нет. Мы думали, как это сделать систематично, для того, чтобы старт был нормальный. Кому-то надо количественно, то есть, там, 100, 200, до 1000 довести. Вот, кто как это все делает, кто чем. Ну, для меня самое важное. Не верифай, это однозначно, вот это мои золотые 50, 100, не верифай отзыв, чтобы они были. Бывает, что каждый день удаляют, и даже набрать эту сумму не можем. Бывает все, что угодно. Но вот на данный момент, я считаю, это самое элегантное решение из той ситуации, которая есть. Небольшое снижение цены, идет стабильность, вам закрывает постоянно негатив, что-то удаляется, что-то прибавляется. Если надо, продлили еще на месяц. То есть, другого варианта на данный момент я не вижу, и мы постепенно уходим от штучных вот этих не верифай отзывов, которые, в принципе, на данный момент, тот формат, который я вижу, работает или плохо, или непонятно как. Потому что у некоторых вообще реально до сих пор практически не удаляются. Вообще. Или удаляются через 2, через 3 месяца. А у них удаляются прямо вот на второй, на третий день. И накидываешь туда 10 отзывов за 2, за 3 дня. Опять удалились, опять. И получается бесконечно вот этот двигатель. Это не денег, ни дохода, ничего. И за это мы потихонечку выстраиваем именно в прозрачных взаимоотношениях. Естественно, кого-то не устроит, кого-то это не подойдет. Эта ситуация кому-то подойдет. Мне лично это именно, на мой взгляд, это единственное на данный момент решение в той ситуации, в которой мы находимся. Вот. То есть, выкинуть мы не верифай. В принципе, я не могу из своей стратегии до сих пор. Но они не могут мне, например, помочь, как раньше. То есть, они у меня были главными. То есть, они у меня были номер один. Сейчас они просто выполняют определенный функционал. И вот это как раз старта. Вот о чем я всегда говорил. Вот эти как раз 3 на 30, 90 отзывов. Это вполне достаточно закрыть, мне кажется, первый месяц с головой. Вот. В принципе, я все. Если есть вопросы, Владимир, добавь. Да, здесь в личку пока разговаривали на этот счет. Несколько вопросов поступило. Кстати, не все люди, как я понял, зумом пользуются. Надо бы какой-то небольшой мануал по этому поводу сделать. В отношении формата остается прежний формат. То есть, это любое необходимое по желанию количество. Стоимость до 50, точнее, правильно сказать, при заказе отзывов в количестве до 50 единоразового стоимость составит 6 долларов. Свыше 50 отзывов стоимость составляет 5 долларов за отзыв. Это при условии предоставления текста непосредственно вами, то есть заказчикам. Формирование текста уникального оплачивается, если это необходимо, отдельно. По поводу услуги, которые сейчас обсуждали, то есть абонентская плата с размещением, к примеру, трех отзывов ежедневно. Да, можно размещать отзывы с стимулированием ключевых запросов, то есть продвигать средние и низкочастотники. Это стоимость без учета формирования текста, то есть текст должен быть ваш. Если требуется сформировать текст, то это необходимо будет оплачивать отдельно. В целом при старте нового листинга можно смело обращать внимание на целевые среднечастотники и в течение всего месяца работать, скажем, меняя их, к примеру, еженедельно. Это без проблем по желанию заказчика, то есть ключи выбираются и изменяются. Сколько ключей, скажи, на этот формат? Раз в неделю, четыре ключа? Я думаю, что два ключа можно брать и, к примеру, неделю, две недели, в зависимости от роста, который покажет тот или иной ключевой запрос, там смотреть уже по факту. Как мы знаем, что по продвижению с помощью отзывов ситуация до сих пор, да, можно сказать так, что информации практически нет. То есть есть листинги, на которых ключи растут просто неимоверно, показывая такие сумасшедшие результаты, даже высокочастотники можно вывести, банально от размещения отзывов. Но, как правило, это ниши с низкой волатильностью, с продажами даже по первым страницам, по факту наличия высокочастотных ключей на первой странице, но не доходящие более 30-40 юнитов в день. И есть категории, где даже среднечастотники особо не реагируют. Как правило, это высокая волатильность, присущая таким категориям. Поэтому, если при заказе так называемой услуги с абонентской платой по размещению отзывов есть желание какие-то ключевые запросы стимулировать, без проблем, это без оплаты. Мы просто указываем, какие необходимые ключевые запросы пытаться продвинуть, так называемые стимулировать, и, собственно, получаем или не получаем этого эффекта. Это уже будет видно по факту проведения работы. Но не стоит это расценивать как, скажем так, как сама цель, приобретать услугу для продвижения ключей я не рекомендовал бы. Все-таки вы должны понимать, что вы первую очередь приобретаете именно отзывы. А вот эти все бонусы, они всего лишь должны оставаться бесплатными бонусами. Правильный старт. Без отзывов старта нет, нет конверсии. Конверсии нет, PPC бессмысленно запускать. Да, ясно. Дело, что кто-то запускает и без отзывов, или с маленьким количеством. Verify вы получите не меньше, чем 7-14 дней. Но если правильно их делать, то что с Verify тоже удаляют. Все удаляют. И склейку отцепляют. Моментов много. Денис, Елена задает вопрос в отношении вероятности, что... Так, как вы оцениваете вероятность, что прилетит письмо за манипуляцию? Могу сказать честно. За весь период, сколько банов было, ситуации были реально уникальные. Человек запускает листинг, размещаем 10 отзывов в течение буквально трех дней. И на третий день у него пролетает письмо, ограничивают аккаунт, требуют сформировать апелляцию. И есть вариант, когда три вариации, один листинг, то есть содержит еще два а-чайлда. На каждую из вариаций размещаем каждый день по пять отзывов. Размещаются они, ну, примерно неделю-другую. То есть какая-то часть действительно удаляется, но с учетом объема никакого письма, ничего подобного не пролетает. Баны есть, банов немного, но они есть. Какая-то процент? Не отвечу. Честно, не могу сказать. Процент, ну, в теории, чем меньшее количество мы размещаем, да, по идее он должен, соответственно, снижаться по отношению к количественному эквиваленту. Но если брать, скажем, для своих товаров, я размещаю стабильно по четыре-пять в день. То есть, ну, мне кажется, по три, это более чем должно обезопасить. Опять же, в теории, и никто гарантии от того, что может прилететь такое письмо, к сожалению, не сможет дать. Ну, у нас статистика это около трех процентов, как няня говорит. Примерно три процента. Ну, три процента, это на какой дистанции и к какому соотношению, какое количество? Ну, когда там, до Нового года и все остальное, то есть, это тысяча отзывов, тысяча, то есть, это вот около трех процентов. Плюс, значит, что еще хотел сказать, значит, три процента. Не, безусловно, процент крайне низкий, но не кряде на то, что он, сам факт, что он есть. Мы даем, мы даем письмо, то есть, раньше еще могу сказать по поводу манипуляции. Я не знаю ни одного человека, которого забанили навсегда. Да, есть успен, согласен. Всех до одного разбанили, насколько я знаю. Некоторых разбанили до десяти дней, то есть, мы ей помогаем, даем вот эти письма, ребята отсылают. В принципе, если кто-то, кого-то не разбанили, вот там и так далее, обратитесь к Ане. Но, насколько я знаю, она мне говорит, что именно всех разбанили. Единственное, чемпионы были, даже по десять суток разбанили. Я свой аккаунт, мне один из новых аккаунтов забанили, по-моему, на четыре. А раньше это решалось вообще за несколько часов. То есть, мы признаем свою ошибку, показываем людей. Сейчас там еще больше анкеты, еще больше надо там это отметить, то отметить. Но, в принципе, все это решаемо. То есть, нельзя сказать, что это вот раз и навсегда и вообще настоя. Но я лично, вот честно могу сказать, я занимаюсь только тем, что самое сложное. Я просто не понимаю, как сделать. Да, у Амазона есть новая тема, пять отзывов там получить в течение года. Я не знаю, там они, получишь-то эти отзывы там за сколько там, за 60-60 долларов, за 50. Ну, просто это как-то непонятно. Вот начальный этап, я стартую, у меня нет отзывов, мне надо раздачи сделать. Нет, да, они там верифай подойдут. 14 дней прошло, буста нет, PPC я запустить не могу, потому что будет КПД просто глобально плохое. В соотношениях у людей там 500-1000 отзывов, а я буду с нулем отзывов, это не работает. Я считаю, это неправильно. Денис, если в целом, в принципе, вопросов больше нет. Да, я думаю, что нет. По поводу, вот сейчас последний Геннадий сказал как раз, по поводу вот этих сайтов любых, фейкс-код и все остальное. Спот их показывает как фейковые, то есть он не считает те или иные неверифицированные отзывы, там настоящими или не настоящими, он просто делит верифицированные и неверифицированные. И все неверифицированные он считает как фейковые, фейковые. Для меня вот эти сервисы, вообще мне на них наплевать там, и там их ревселлеры или как они там? На самом деле я могу объяснить, сервис написан на коленке, вы, в принципе, зная JavaScript, можете это записать, написать, точнее, буквально за один день. То есть парсится весь перечень ревью, которые существуют на листинге и отделяются от тех, которые имеют отметку верифайт. И, соответственно, по количественному эквиваленту вычленяется процентное соотношение, сколько верифицированных и неверифицированных. Это все игра для продавцов. И просто количество неверифицированных отображается как фейк. Ну, это игра для продавцов. Ни один покупатель не пользуется. Нормальный покупатель в Америке даже не знает, что есть фейсбук-группы, где бесплатно товар раздает. Об этом вообще бессмысленно говорить. Никто нормальный покупатель не сидит и не знает, и вот эти сервисы не пользуются. А эти сервисы для трафика, чтобы рекламу контекстную гнать, да и все. Не знаю, честно, какая цель подобного сервиса, но любой, в принципе, человек может установить плагин KIPA и подобное ему оценить, сколько вериф отзывов, сколько не вериф. KIPA серьезный плагин, в том-то и дело. Конечно, это уже другой сервис, который дает кучу данных. В принципе, все, что хотели рассказали, так что, если интересно, обращайтесь. Ссылку я на него. Какие вопросы будут, я думаю, можно под данным видео комментировать пост по мере необходимости, по мере возможности будем отвечать на поступающие вопросы. Все, всем доброго дня. Все, всем пока, до свидания. Продолжение следует...